Новости региона на канале ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. Несмотря на холодную погоду и достаточно суровое начало лета, сельхозпредприятия области завершают посевную кампанию. Севьеровых культур проведен на площади более 12 тысяч гектаров, что составляет 80% от плана. Теплолюбивые зерновые посеяны практически в полном объеме в южной части Поморья, в Вельском, Устьянском и Котловском районах. А сейчас в регионе полным ходом идет посадка картофеля. Благодаря программам господдержки сельхозпроизводителей, хозяйство вовремя закупили семена, минеральные удобрения, подготовили технику. Субсидии из областного и федерального бюджетов в этом году составили почти 300 миллионов рублей. В Архангельской областной клинической больнице начал свою работу кабинет комплексного уродинамического исследования, сокращенно КУДИ. Закупленное оборудование, по словам врачей, долгожданная, а сама методика уникальная. Алексей Карельский подробнее. В этом маленьком кабинете отныне большие возможности для диагностики. Врачам Архангельской областной больницы стало проще выявлять причины нарушений мочеводелительной системы. Все благодаря комплексному уродинамическому исследованию. На сегодняшний момент это является одной из уникальных систем, которая позволяет полноценно осмотреть пациента и сделать заключение. Раньше мы их направляли либо платно в Семашко, либо отправили в федеральные центры. Теперь этот способ доступен в Архангельской области. Куда обращаться за бесплатным КУДИ, теперь знают и пациенты, например, с аденомой предстательной железы. Показаны исследования пациентам урологического, гинекологического и даже неврологического профиля. Так, КУДИ помогает вовремя разглядеть ранние признаки рассеянного склероза. Нарушение мочеиспускания может быть одним из симптомов этого заболевания. Выявить проблему можно за час. Столько времени занимает процедура. Производится катеризация мочевого пузыря через очень тонкий катедр. Вот такой вот. Вот такой вот. К нему подсоединяется датчик давления и трубочка для наполнения. Медленно наполняется мочевой пузырь. Мы все видим это на графиках, как все заполняется. И видим, как реагирует мочевой пузырь на это наполнение. Идет повышение давления или идет все ровно. С одной стороны пациент рассказывает о своих ощущениях. С другой – все отклонения от нормы фиксирует компьютер. Вот на графике виден скачок давления в мочевом пузыре. А это уже может негативно сказаться на почках. Врач делает заключение, пишет рекомендации и направляет пациента к урологу. Тот уже выстраивает дальнейшую тактику лечения. Раньше с этим бывали проблемы. Доктор ориентировался только на жалобу пациента на какие-то другие методы исследования. На анализы мочи, ультразвуковое исследование, рентгеновское исследование. Сейчас мы четко дифференцируем, то есть требуется ли пациенту хирургическое лечение, либо можно лечить его медикаментозно. На сегодняшний день через комплексное уродинамическое исследование прошли уже с десяток пациентов. Кстати, кабинет КУДИ появился и в Архангельской городской поликлинике номер один. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. 33 обманутых дольщиков в Архангельске наконец получат свое жилье. До конца 2018 года должно быть завершено строительство жилого комплекса «Дом на площади», расположенного на улице Ваучейского. В соответствии с изменениями в областном законодательстве завершение строительства многоквартирных домов, в которые были вложены средства обманутых дольщиков, отнесено к масштабным инвестиционным проектам. Инвестору, который берется достроить брошенный объект, полагаются преференции. Без проведения торгов предоставляются в аренду земельные участки. Инвестор, взявшийся за достройку данного объекта, провел значительную работу, подготовил инвестиционный проект в соответствии с тем законом, который был принят в сентябре прошлого года. На первом этапе инвестор завершает строительство дома на площади. 33 человека получат квартиры. Мы срок услышали, конец 2018 года, поэтому сегодня это самое главное. Мы можем уверенно сказать о том, что к концу 2018 года этот объект будет доведен до стадии сдачи в эксплуатацию. И, соответственно, люди, которые заплатили свои деньги прежде, они получат свои долгожданные объекты недвижимости. Затем инвестор по условиям проекта построит многоквартирный жилой дом на предоставленном земельном участке в районе улицы Абрамова в Архангельске. Отметим, что алгоритм, опробированный в рамках этого инвестпроекта, будет использоваться и при решении проблем с другими объектами незавершенного строительства. В Архангельске задержан подозреваемый в разбойном нападении на торговый павильон. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, угрожая продавцу острым металлическим предметом, похитил из кассы денежные средства, после чего злоумышленник направился в храм, где, предположительно, на похищенные деньги купил церковные свечи и поставил их к иконе. На розыск подозреваемого был ориентирован весь личный состав городского УВД. Мужчина был задержан при совершении хулиганских действий в самом центре города. По словам граждан, злоумышленник вел себя неадекватно, пугая прохожих газовым пистолетом. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 12 наград привезли кадеты 7-й Новодвинской школы с областных соревнований юных спасателей школы безопасности, которые прошли в городе Мирный. Там побывали 24 юных спасателя. Новодвинских кадетов отметили как за красивую форму, так и за отточенный строевой шаг. Также школьники хорошо проявили себя в одном из самых сложных испытаний под названием «Маршрут выживания». На «Маршруте выживания» было несколько заданий. Задачей ребят было по навигатору выйти на КП, на которых были даны задания. Либо переправиться через речку, либо спасти пострадавшего, натянуть переправы. Ну, очень сложно было. Также на «Маршруте выживания» был конкурс поваров. Дети разбивали там лагерь, также смотрели быт в полевых условиях. О конкурсе поваров мы также задели первые места. Мы целые сутки ходили в лесу, и было очень сложно. Мы выживали, можно так сказать, переправились на лодке через реку, и было очень весело, но сложно. И мы все шли до последнего. Многие даже плакали, потому что было сложно. Всего в соревнованиях в Мирном приняли участие более 120 кадетов, приехавших из Архангельска, Мирного, Новодвинска, Коряжмы и поселка Урдома Ленского района. В столице Поморья начала работу уникальная выставка, созданная по инициативе Кинозерского национального парка и посвященная Году экологии и особо охраняемым природным территориям. Под открытым небом на Красной пристани выставлено 60 фоторабот. Авторы – сотрудники национального парка и профессиональные фотографы Николай Гернет, Юрий Ломаков, Игорь Шпеленок и многие другие. Картины иллюстрируют природное и культурное богатство заповедных территорий Архангельской области, красоты северных лесов, примеры деревянного зодчества и удивительные арктические пейзажи. Интересно и необычно, что сейчас на нашей набережной можно не просто погулять, но и посмотреть фотографии, окунуться в мир природы России. Вы знаете, для меня эта выставка как машина времени. Находишься здесь и погружаешься через фотографии, через вот эти вот плакаты в глубину веков к своим дедушкам, бабушкам, прадедушкам, касаешься вот этой вот нетронутой природы. Это очень сильно обогащает и духовно. Выставка на Красной пристани будет работать все лето, так что у Архангела Городцев и гостей будет достаточно времени, чтобы полюбоваться фотошедеврами. Мы продолжим знакомить вас новостями регионов в 16 часов на канале ПС. Не прощаюсь и жду вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!